Эпик фейл короля Артура При участии Рика Мэйла, Мэтта Лукаса, Марвены Бэнкс и Фила Корнвелла. Режиссер Эд Бигнелл, поющий йотлем дельфин из Керкула. Это Корнвелл. Именно здесь легендарный король Артур богоподобный правитель бритов ввел дискуссии на амурные темы с объектом своей страстью. Ненаглядная Гвеневра. Мы так давно не говорили. Только сегодня утром. И правда. Ваша светлость все еще хочет на мне жениться. Если в двух словах, да. Милорду понадобилось два с половиной часа, чтобы понять, что он сказал. Моя сладчайшая Гвеневра, я желаю лишь одного, доказать вам свою любовь. Утро мы же доказывали. Да-да, я помню, я уже просил прощения. Мне очень жаль. Но есть и другие способы, милорд. Назовите их, душа моя. Все, что вам угодно. О чем тоскует ваше любящее сердце. Ладно, значит так. Это есть, это есть, это тоже. Этого не надо. Фиг найдешь запчасти. А, да, вот то, что надо. Я хочу поющего йодлем дельфина из Керкола. Что? Зачем? Чтобы из всех принцесс только у меня был поющий йодлем дельфин. С этой золотой рыбкой можно умереть со скульпием. Поющий йодлем дельфин из Керкола. Вы уверены? Может, лучше, ну, не знаю, голову лоншелота? Ох, ты ж, высоко-то как! Есть! Все нормально. Не останавливайтесь, проезжайте. Как видите, ничего страшного. Если ваше величество и правда так сильно меня любит, значит, он не откажет мне в такой малюсенькой, мне пусенькой, крошечной, хаврошечной, ничего не стоящей мелочи. Бога ради, звезда моя, не расстраивайтесь. Раз так будет вам жующий... Поющий. Поющий дельфин. И тогда мы поженимся? Возможно. Оу, чудес. Да, мы поженимся? Возможно. Оу, чудесно. Уже лечу. Итак, отважный король Артур... Вер... Итак, отважный король Артур вернулся в Камелот, чтобы просить совета у своего верного друга и наставника, будрого Мерлина. Кажись, немного переборщил с имбирем. О, легкая, что ли, лопнула. Ну, ладно. Входите, сир. Как ты умудряешься? Хотя не важно. Мэрин, мне нужна помощь. Знаю, сир. А где мне искать поющего йодлем дельфина из Керкуола? Поющего йодлем дельфина из Керкуола? Нет, нет, сир. Это безумие. Безумие. Послушайте моего совета, милорд. Не связывайтесь с ним. Нет, нет, я должен ехать. Если я привезу моей дрожайшей гвиневре снующего... Поющего. Поющего дельфина из Керкуола, она пойдет со мной под венец. Твоя магия должна мне помочь. Как вам будет угодно, сир. Легендарный дельфин обитает в прибрежных водах Керкуола, сир. Но это свирепый хищник. Помените мое слово, сир. Это будет очень нелегко. Ведь его охраняют темные силы. Особенно в туристический сезон. Не стоит ехать туда одному. Один не поеду, я возьму тебя. Меня? Но сир. Кто же тогда будет оберегать королевство от ваших врагов? И сэра Ланселота, и сэра Мартина Меднокумпольного? Вам же прекрасно известно, что им нельзя доверять. Да ладно тебе. Мы вернемся до того, как они заметят наше отсутствие. Вперед! Мы отправляемся в Керкуол. Ура! Ну ладно. Открой окно! Мерлин, открой окно! Я задыхаюсь. Сэр Ланселот Озерный! Я люблю вас, Ланселот! Люблю больше жизни! Идите же ко мне! Мои милые куколки, Ланселот уделит внимание каждой. Но не сейчас. Я должен выиграть турнир. Оу, смею выразить свое почтение. Вы сегодня просто упоительны. Поистине, сэр Ланселот, вы настоящий рыцарь. Молю вас, позвольте мне объявить награду. Вы слышите, сэр Ланселот? Я спросила, позволите ли вы мне объявить награду? От меня лично. Доберите уже платок. Благодарю, миледи. Сэр Ланселот Озерный! Добрые вести из Камелота! А, благодарю. Касательно короля Артура. Выехал в Керквелл ловить легендарного поющего дельфина. Да, будет весьма прискорбно, если с ним приключится маленькое, трагическое недоразумение. Но если приключится, я наконец-то смогу занять принадлежащий мне по праву английский трон. Хм, король Ланселот. Звучит недурно. Турнир придется отложить. Сэр Мартин Меднокумпольный. Сэр Мартин Меднокумпольный. Добрые вести из Камелота. Про короля Артура? Который увел корону у меня из-под носа. Так, едет в Керквелл, чтобы заполучить уникального поющего дельфина. Оттуда он уже не вернется, я об этом позабочусь. Вперед! На Керквелл. Стоп, а где мой конь? Итак, венциносный король Артур в сопровождении своего близкого друга и наставника Мерлина Мудрого выехал на север, дабы изловить пресловутого поющего йодлем дельфина для своей единственной и желанной принцессы Гвеневры. Увы, король не ведал о том, что вслед за ним пустились ховарный сэр Ланселот и не менее ховарный сэр Мартин. Так я, ура, наконец-то, корона будет моей. Хм, о, да. О, да. Хе-хе-хе. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ага. Хе-хе-хе. Черт побери Побери еще раз Сэр Мартин, вы еще здесь? Как видите, сэр Ланселот Вам придется очень постараться, чтобы опередить меня Постараться? К примеру, вот так Опаньки Вы еще пожалеете Ланселот? Ваше Величество Что вы здесь делаете? До меня дошли слухи о вашем рискованном предприятии И я решил защитить своего короля Доказать свою преданность Сложить, так сказать, голову, стать грудью, ну и все такое Неужели? И тут бравый король Артур вспомнил, отчего его предостерегал Мерлин Берегите сир, Ланселоту не стоит доверять Мерлин, сколько лет, сколько зим Здрасте А я смотрю, ты здорово изменился Помылся, что ли? Берегите сир, помните, Ланселот возомнил себя истинным королем Англии Ах, да, и правда Пусть выйдет сюда следующий участник Иду Лишь истинный король Англии сможет извлечь этот меч из камня Почти достал Следующий Нет, нет, я просто разминался Так нечестно Ну зрите же, вот наш король Так нечестно Он вытащил его на халяву Это было давным-давно, сир И изменился Теперь я другой Вы ведь тоже делали такое, о чем потом жалели Я? Я король Я король А ты не король А ты не... Изменился, говоришь? О, да, сир Дайте мне шанс искупить свою вину Позвольте доказать вам, что я уже не тот, каким был прежде Плесир Ради бога, заклинаю вас Не доверяйте Ланселоту Ух, еще чуть-чуть и крышка Вы живы Ну то есть, я хотел сказать Ура, вы все еще живы Да здравствует король Да здравствует король Ура А это кто? Капитан Я сообщу команде А кроме него никого нет Здравствуй, рыбак Мне нужна лодка Пожалуйста, платите и берите мою Она надежная? Ну да Ты же сказал надежная Моя, да А это не моя Итак, корабль Артура Тентагельского покинул Эдинбург И направился на юг, к таинственным северным морям Бесстрашный и неописуемо красивый король Артур героически сносил все тяготы очередного похода Черт, ненавижу плавать Управляя судном легко и непринужденно, как бывалый морской волк Мы на месте, сир Дельфинья скала Многие славные мужи обрели здесь могилы в попытках обуздать поющего йодлем дельфина из Керкула Это весьма непросто Да, но им не хватало моей находчивости Видишь ли, я планирую подойти к дельфинье из колени на лодке А пешочком по морскому дну Но, сир, это опасно Опасность – мое второе имя Правда? Я думал, вы Мортимор А, сир, разве мы не можем просто подплыть к этой твари и повязать ее? Нет, 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 это исключено Чтобы заполучить поющего йодлем дельфина из Керкула, его надо застать врасплох Схватить прежде, чем он начнет петь В противном случае он заставит вас танцевать до смерти Как-то плыл я на борту мясистого краба с капитаном Вортигерном Он тоже охотился на поющего дельфина Это был последний поход для всей команды Когда мы подошли к Керкулу, капитан Вортигерн сказал Я слышу пение дельфина Заткните уши! – воскликнул я Но было уже поздно Через минуту вся команда билась в конвульсиях, сотрясаясь в последнем смертельном танце Капитан Вортигерн крикнул напоследок Берлин, ты нам уже не поможешь После этих диких плясок не выживет никто Спасайся сам Я прыгнул за борт и поплыл, куда глаза глядят Так пусть же мой рассказ станет для вас предостережением Я прошу прощения, какой рассказ? Ах да, позвольте мне Так, так, мой ядовитый друг Полезай в бочонок Ой, пардон, нажал откачку А ты здесь откуда? Большой паук, страшный паук Я гладиолус, я гладиолус Я спокоен Кажется, им нужен воздух Эй! Эй! Сир, боюсь, этот ваш план ничем не лучше предыдущего Куда как лучше? Мерлин, все просто элементарно Я замаскируюсь, подплыву к дельфине и скале А потом, шарах, стукну хвостатого и посажу его в эту круглую банку Мерлин, твоя задача сделать лебедку, чтобы спустить меня вниз Давай подсуетись Субтитры сделал DimaTorzok Где же он? Напрасно вы все усложняете. А посему предлагаю немного прогуляться. Вон слот. Так и знал, что он что-то затевает. Что за чертовщина? Сэр Мартин? А он здесь откуда? О, Ваше Величество! Пока еще нет, но это лишь вопрос фре. Дьявол! Сэр Мартин? Сэр Ланцелот, буду несказанно счастлив ускорить вашу кончину. Нет! Поющий дельфин! Черт побери! Еще один поющий дельфин. Черт побери, еще раз. Вот за что всё это значит Я не хочу танцевать, но не могу остановиться Сила Йодля очень велика Стой, нога! О, Йодль, ты так прекрасен Я бы тоже не танцевал, но не получается Йодль начинает действовать Смотри Без паники, Сир, у меня есть идея О, это же гениально Вот, дельфины распелись, теперь их не поймать Что же нам делать? Сомневаюсь, что он возьмёт и выпрыгнет мне на руки Сними его Сними Хвала небесам У нас есть дельфин Но, Сир, я не уверен, что это и есть поющий дельфин из Керкуэла Он слишком мал, чтобы быть легендарным чудовищем Не говори глупости, это он Мы же в Керкуэле, так? Ну да, вроде в Керкуэле, да А это дельфин, так? Ну, как бы, да Значит, это и есть поющий дельфин из Керкуэла Теперь открой ему пасть и посмотри, где там моё ухо О, несравненная Гвиневра, я здесь И у меня есть то, чего так желала ваше любящее сердце О, как это мило! Пусть же он споёт для меня Будет сделано Но, это никакой не Йодельм Сейчас всё исправим Хватит! У него же глаза лопнут А ты ещё что? Сейчас покажу Музыка! Опять эта музыка! Вот это я попал Эй, дельфинчик, у меня шикарное предложение Давай без мордобоев, а? Чёрт! Моё ухо! Ну почему ухо? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok